привет всем с вами Виталина и сегодня пришло время снять видео о раскрашенных работах за июнь я сегодня поменяла немножко местоположение потому что там огна открыты в доме очень жарко у нас вообще на улице духота и я сейчас в другом месте сижу надеюсь получится нормально видно итак начнем я раскрасила в этом месяце не особо там много ну так средний результат для меня 11 работ всего ну в принципе неплохо бывало и меньше бывало мне опять и семь работ так что 11 не так уж и плохо давайте начнем порядку значит я буду показывать не так как я раскрашивала как просто у меня они лежат сейчас раскраски и так раскраска магические слова кто меня смотрит уже давно я говорила что хочу ее закончить но как бы еще не так близко к цели у меня тут уже 23 работы и 40 то есть осталось еще 17 но по идее можно было конечно ее закончить за месяц если постараться но за два точно я не уверена что у меня это получится потому что надоедает постоянно раскрашивать одну и раскраску мы посмотрим значит вот первая работа такая это была выполнена для игры диттера опять же я заметила что у меня все практически все работы за этот месяц либо на игру от диттера либо на марафон от оли вот одна работа а для себя я раскрасила только кажется только одну или две еще я участвовала марафоне от nk color в инстаграмме от наташи там была тема русалки подводные мир и ну в общем такое все я раскрашивала русалочек на этот марафон получается у меня все работы выполнены для марафона и так это сова девушка я раскрашивала ее мандалузами с размывкой и немножко дорабатывала потом лирами и полихромусами ну вот эти вот звездочки зелененькие неоновые это неоновые карандаши от штеттлер да от штеттлер ну и все в принципе здесь ничего больше нет а еще золотистая гелевая ручка вот на этой стороне такая вот получилась работа но идея в том что днем значит это девушка а ночью она превращается в сову но кто участвует в ведре гидера тот знает там может быть читал пояснения у меня к этой работе дальше вот такая сова это на марафон о том гиране тема марафона была свободная минутка вот я здесь книжки как будто сова читает книжки раскрашивала я лирами сову и книжки лирами а на заднем плане вот этот вот фон это я мелками марабу с размытием делала ну в принципе все уже здесь никаких материалов нет получилась такая винтажная работа следующая раскраска раскраска мир растений и я рада что я ее наконец-то опять затронула совсем забросила ее отложила в долгий ящик и опять же на игру гидера здесь такая вот корзинка с цветами такие розы давно хотела я раскрасить эту работу но так как более серьезные меня всегда привлекали я это все забрасывала и забрасывала но вот по заданию в игре мне как раз она пригодилась раскрашена она полностью фломастерами кажется от штейдлер да от штейдлер двухсторонними а вот этот вот сиреневый фон это мелкие марабу без размытия ну вот такая симпатичная картинка получилась мне понравилась контраст здесь есть и такие переходы цветов очень даже неплохо для фломастерной работы следующая раскраска у меня счастье в саду здесь у меня вообще только две работы она относительно новая мне ее подарила подружка я здесь раскрасила опять же нам на игру гидера вот вот такую вот работу летняя такая работа я представила этот цветок как будто это календула конечно пусть он может не совсем похож но для меня это календула листья здесь конечно не календулы а скорее одуванчик а ну ничего раскрашивала я акварелью лучше значит у меня здесь доработка была кофенор поликолор карандашами мне понравилась вообще такая техника вот и детская акварелька я сверху календулами дорабатывать еще будет там дальше на работа тоже в такой технике такая яркая летняя веселая работа получилась ну в общем то и все что здесь здесь еще и левые ручки вот металлические на этих маленьких цветочков кружочках они меня здесь размазались в общем не люблю я левые ручки конечно иногда как-то картинка требует применить их когда конечно осторожно терпеливо ну ладно пусть там немножко здесь так целом мне нравится такая работа веселая следующая раскраска это русалочки и здесь у меня три работы одна из них для дитера и две на марафон от наташи nk color значит вот это вот работа для дитера такая вот болотная русалка я ее назвала здесь на фоне это акварель луч металлический акрил который называется грязь такой цвет как ил грязь в общем я специально здесь применила как будто это болото и русалка раскрашена лирами у меня уже листья стали попадать раскраски на меня это особо не напрягает и вот это вот русалочка это на марафон от nk color и здесь у меня на фоне акварель луч тоже русалка тоже раскрашена лирами и еще немножко маркера поски я заметила на эта бумаги в этой раскраске акварель луч и еще одна у меня детская акварелька ложится слишком так матово а вот санет вот третья работа у меня здесь санетом раскрашена ложится очень прозрачно и красиво эта русалка значит на фоне акварель санет и она тоже подложка сделана акварелью санет но даже не подложка вот хвост полностью акварель санет волосы тоже только я лирами дорабатывала и тело фиолетовым карандашом глаза и на плавниках немножко еще добавила и вот на фоне если видно здесь поблескивает это золотистый акрил вообще мне эта работа очень нравится мне она больше всех нравится наверное ну не знаю в этом месяце можно так сказать или нет но вот по крайней мере из этой раскраски из всех этих трех русалок это мне нравится больше всех и напоминает она мне какую-то картину какого-то художника и может кто вспомнит какого потому что я не могу никак вспомнить вот что-то крутится в голове вот именно вот стиль такого цвета такие не могу вспомнить может может кто-то вспомнит в общем этот мне прям нравится работа хотя она как бы смотрится какой-то агрессивно какой-то зловещая эта русалка какая-то полумертвые цвета так скажем не знаю как объяснить но тем не менее она мне нравится все в этой книжке все я затронула также в этом месяце все мои две книги громко сказано все две книги от риты берман и я сделала в мире под лупой на земле я сделала две работы а в моей прогулке через времена года я сделала одну работу давайте здесь посмотрим мир под лупой на земле вот это наверное единственная работа за месяц которую я сделал для себя не на марафоны не на игры просто для себя я захотела этот разворот вот чтобы он был заполнен изначально я хотела чтобы они немножко так вот перекликались по цвету по стилю но у меня и так не получилось здесь полностью сделано акварелью а здесь полностью сделано карандашами цветными у меня здесь использованы faber castell gold faber линейка для хобби художников все эти цветочки бабочки фон здесь середине а вот по краям вот этот темный фон это полихромусы два цвета я смешивала но еще конечно маркера плоски немножко добавила но эта картинка вообще относится к тем что то нравится то не нравится но я не знаю хотя моему мужу она понравилась даже очень а мне вот ну как-то непонятно ну в целом неплохо конечно не знаю чего мне здесь не хватает то ли бабочки слишком яркие то ли каких-то контрастов не хватает темных хотя здесь принципе распределена нормально так вот по цветовым пятнам ну ладно в принципе сойдет вторая работа здесь это вот такая вот это вот мне нравится такая яркая здесь опять та же техника первый слой выполнена акварелью луч а доработка была карандашами кофе нор поликолор кстати мне очень понравилось дорабатывать я этой уже и раньше замечала вот именно по акварельному фону частности по детской акварели которая которая немножко шершавая получается потом не как белая ночь и гладкая даже сейчас вот это совсем гладкая более это шершавая вот более шершавая акварель детская луч и вот карандаши кофе нор поликолор любят шершавую бумагу и хорошо ложатся и вот я решила их использовать в этой технике потому что они у меня просто лежат без надобности следующая раскраска это моя прогулка по временам года здесь я сделала опять на игру гитера работу задание было нужно было случайным образом выбирать материал для раскрашивания и мне выпали белки марабу в общем я даже не знала что у меня ими получится там ограниченная палитра они очень такие яркие раньше я использовала только для фонов ну так немножко дорабатывал там объекты а здесь полностью ими выполнена работа но принципе я довольна я сначала наносила цветовые пятна там так грубоватым образом вот здесь вот вот эти вот темненькие здесь я смешивала смешивала красный цвет и вот такой вот цвет морской волны любимый в основном в остальных местах это просто чистое нанесение и потом размытие но еще немножко добавила маркера поски лебедей как бы я хотела сначала сделать им такие красноватые клювы красно-оранжевые но потом решила что нет так будет как-то примитивно уже смотрится по-детски а вот и оставила их как контурные просто объекты без цвета и слегка-слегка вот размытыми мелками я наметила какие-то тени там и рефлексы ну вот и все в принципе лучше об этой работе так нечего и сказать только мелки морогу и все так дальше последняя у меня осталась раскраска это мифоморфоза и здесь у меня разворот я его показывала уже это был тег по раскрашиванию я отвечала на вопросы и раскрашивала вот эту вот картинку сейчас я наверно немножко камеру подниму вот так вот он получился мне понравился этот разворот и понравилось его раскрашивать здесь у меня только карандаши кофе норман де луз без размытия и немножко маркера плоски все больше все-таки еще здесь есть полихромы с темный индиго и капут мордом фиолетовый вот на этих камышах а ветки вот эти вот темные это вот темный индиго полихромов и все больше другие здесь карандаши нет почему я решила этот разворот еще из-за того что у меня очень сильно протекло вот от этого фауна акварель белые ночи на эту сторону прямо это было просто нереально у меня так сильно еще не протекало обычно я не заморачиваюсь с этим здесь было прямо все в каких-то черно-серых пятнах я решила попробовать чем бы мне их закрыть и очень даже хорошая идея мантелузами получилась по сухому она все перекрыла и получился такой вот как я люблю глубокий многогранный фон не плоский благодаря тому что вот просвечивали эти серые пятна там и мне сейчас прям нравится этот разворот очень даже жаль что я больше не затронула мифоморфии ничего в этом месяце мне хотелось но не получилось ну вот и все в принципе вот это были все мои работы да может быть конечно немного но что есть на этом буду заканчивать не знаю сколько ли я раскрашу в июле потому что отпуск мы хотим уехать на недельку и там не знаю как дальше получится в общем посмотрим что что этот месяц принесет в области раскрашивания ну ладно на этом буду заканчивать желаю вам творческого вдохновения успехов в нашем хобби интересных раскрасок и хорошего теплого не слишком жаркого лета до новых встреч пока а